Так, а теперь красим. Сначала крыша. Как говорил Щебурашка, мы строили, строили, и наконец построили! Получилось, получилось. Всем, кто прилетит в наш сад, достанется шашлычок, да? Да, у меня получилось. В перчатках это очень тяжело, но я это смогла. А теперь попробуем вместе. Всем привет, друзья! Настюша уже целую неделю на дистанционном обучении. Сейчас большая перемена, и хотим успеть сделать кормушку для птиц. Посмотрите, мы в том году тоже делали, но она не была деревянной. А в этом году мы сами сделаем своими руками деревянную кормушку для птиц. Мне кажется, это будет очень круто. Мы ее просто соберем. Детали уже готовы. Кстати, ребят, я сейчас тоже снимаю лайк, как мы и делаем кормушку для птиц. Это такой конструктор, Настя. Это лак. Обязательно нужно вскрыть лаком, потому что на улице мороз, зима. Достаем детали. Вот такие детали. Я очень сильно хотела, я мечтала, чтобы мы сами сделали кормушку. Настя, помнишь, у тебя домик для лов? Деревянный. По-моему, очень похоже, правда? Да, похоже. Тут тоже инструкции не надо, потому что все очень просто. Это у нас крыша. О, красиво, здесь котик. Сторонку. Это у нас стенки. Стенки. Это у нас дно. И вот стенки еще. Так, некоторые птички, если захотят, здесь даже могут жить. Вставляем в дно. Есть разница? Давай вот там, с стенкой стороны. Так, тут у меня попало все. А тут у меня... Вроде бы, да, тоже попало, но не все. Настя, куда ты ее подсыпаешь? В кормушку. Не знаю. У тебя в комнате? Нет. Откроешь окно? Конечно же, в саду на дереве. Конечно же. Но на каком? О, у нас там выбор есть, Настенька. Можно и на вишни, и на черешни, и на персики, и на груши, и на яблони. Что, получилось? Конечно. А можно вообще подцепить на твоем домике. Будет домик в домике. Или домик на домике. Ура, мы это сделали! Почти, все, Креша. Да. Кстати, ой, язычка такая мягенькая. Так, теперь крышу. Крыша по такому уже принято. Да, да, да. Берем сначала, конечно же, с кошечкой. С котенком, с Тимом. Здесь тоже есть кошечка. Так. А как здесь? Как? А, вот. Ой, я это не могу. Все так прочно. Здесь золотое. Я только сейчас на нем. Вот так вот. Тик. У нас все готово. А сейчас мы будем красить наш домик лаком. Скрываем лаком. Скрываем. Скрываем лаком. Скрываем. Вот так, чтобы не запачкать стол. Давай. Подстеньем листики. Он такой жидкий этот лак. Капец. Как вода. Смотрите. Надо его, наверное, перемешать. Так, а теперь красим. Сначала крыша. Как говорил Щебурашка, мы строили, строили и наконец построили. Пьюм, пьюм, пьюм. Я еще могу вот здесь эти капельки брать, чтобы экономить. Давай я немного вот сюда, чтобы у тебя не меньше. Я тоже хочу красить. Пожалуйста. Так интересно. Сначала место, потом разбрасывается. Так, перемена большая закончилась. Настюша побежала на урок, а мы с мамой продолжаем работать. Хорошенечко прокрашиваем пол. И осталось еще один слой вскрыть полностью весь домик. Да, мам? Третьим уже слоем. Угу. Угу. Правильно. Настюша, беги сюда. Нашла снег? Да. А я нашла снег, там очень много. Нужно на такой высоте, чтобы Настя могла сама высохнуть. Выбирай веточку. Каждый день буду. Выбирай веточку на дереве. Наверное, вот эту. Вот здесь, да? Да. Оно же будет еще вниз, поэтому я 100% подостану. Пока папа закручивает проволоку, мы с Настей бегаем возле домика, потому что уже замерзли. Да, уже такой мороз. Мороз, холодно. Да, начался мороз, поэтому через некоторое время уже выпадет намного больше слива. А я Мишка. Видите? Моечки на морозы. Пригрием, пригриемчик. Пригрием. Пригрием. Видимо, что у нас ровненько все получилось. Ага. Кормушку сделали, прицепили, насыпаем еду. А называется она годивничка для птиц. Годивничка. Годивничка, потому что будем их годувати. Подготовили зерно для птиц. Хлеб. Хлеба. А я еще сделал, ох, мороз. А я еще сделал шашлычок такой из сала для синячек. Настя, слышишь, вон они уже летают? Они увидели кормушку и ждут еду. С чего начинаем? Давай с хлеба. Давай. Погнали. Я буду каждый день сюда ходить и им давать еду. Перчатку нужно снять. А, ну да. А, это все. Оп. Кушайте на здоровье. Сейчас такие на меня и говорят. Настя, давай еще. Чтобы все было аккуратненько. А нас сюда не помесить. Все, готово. Хлебушек есть. А, как молотно. Так, дальше. О, меня это согревает. Меня согревает. Дальше зерно. Пшеница. Кукуруза. Расправляй ручкой по всему домику. И крошки тоже. Чтобы ветер не тул. Кушайте, птички, на здоровье. Кушайте, прилетайте к нам во двор. Ну, это еще не все. Давай, рука. А сало уже развешиваем по всему дереву. Да. О, примерзно. Просто берешь и как елочку украшаешь. Куда хочешь туда. Окей. Окей. Так, я поставлю на руку. Да? Вот так вот узелочек. Папа даже подставочки для лапок сделал. Да, я специально так придумал, чтобы синичка, когда прилетит, могла здесь немножечко так лапками суметь. Постоять, придержаться и кушать вкусенькое сало. А как вы подвешиваете это? Вот так? Папа сейчас поможет. Тебе в перчатках неудобно, да? Ага. Папу, я в зубах. Шашлык. Так, я сюда. Вот сюда можешь. Окей. Класс, прикольно. Да, мне нравится. А мы, по секрету, мы сейчас тоже будем сало кушать. С борщиком вкусно. Давай. Оп. Ага. Такие тарзанки, тарзанки, да? Шашлыков Ава приготовил на весь сад для всех птиц. 12 штук, по-моему. Получилось. Всем, кто прилетит в наш сад, достанется шашлычок, да? Да, у меня получилось. В перчатках это очень тяжело, но я это смогла. Пап, смотри. Я смогла. Молодец. Так, это уже давайте подвешиваем вон туда. На груши. Хорошее дело сделали. Накормили птичек. Сейчас возвращаемся. Идем сами пообедаем. В дом, да, покушаем. И на урок. Да, уже нужно идти скоро на урок. Обязали. 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 Как и обещали, кушаем борщ с салом. Ага. Ну как борщик, Настя? Очень вкусный. А сейчас еще я попробую с салом. Так, берем кусочек. Ну что, пробуем? Птичкам понравится? Насте не очень, да? А, ну какое-то необычное. Мне не очень понравилось. Надо с хлебом кушать, Настя. Сейчас попробуем с хлебом. Дальше на урок. Ну а после урока Настюша тебя ждет сюрприз за хорошие дела. Какой сюрприз? Ну ок. Так, сейчас подключаемся. О-о-о-о! Ну как тебе сюрприз? Класс! Мне понравился этот сюрприз. У меня скоро уже будет целая коллекция. Музыкальная серия Лол Сюрпрайз Ремикс. Сейчас откроем и соберем целый бумбокс. Да. Два музыкальных сюрприза и мой любимец. Две колонки, а внутри сюрпризы. Открываем их. Хоть бы там не была повторка. Смотрим. Да, это не повторка. У меня еще такой не было. Вау, посмотрите. Мне кажется, что здесь... А ну сейчас... У меня была такая или нет? Вроде бы да. Да, у меня была такая. Ну ладно. Две близняшки будет. Да, будет две близняшки. Кстати. Ты помнишь, что у волосок сюрпризы? Да, помню. Видите, здесь даже разноцветные. А здесь прячутся красные прядки волос. Сейчас посмотрите, как это классно выглядит. Оно меняет свой цвет. Давайте вот так вот сделаем. Смотрите. Были красные, стали желтые. Да, это очень круто. А внутри волос бирюзовая и фиолетовая прядка. Вот и лист коллекционера, коллекция кукол и слова из песни. Вот. Так, открываем пакетики. Стильные и модные куколки. Твиста Сиз и Най-Най. Вот они. Крута Крыхетка и Хип-Хоп Леди. Сейчас клеим слова из песни в лист коллекционера. Красиво. О. Настюша нашла свой предыдущий лист коллекционера и мы увидели, что собрали всю песню целиком. Смотрите. Вот два куплета. И вот два куплета. И следующие два куплета. Здесь четыре куплета и мы уже собрали всю песню. Ура! Это мой любимец. Вот и магнитофон. Здесь. О, сколько всего. Давайте. Кто там тебе попался? Ого! Я очень хотела такую. Смотрите. Вот и его одежды и аксессуары. Одеваем. Нам попался любимец из рук клуба. О, класс. Рок-музыкант готов. Смотрите, какой модный он. Достаем пассету из магнитофона. Берем ее. В ленточке находятся слова из песни. Ого! Вот и предыдущий лист. Первые строчки мы уже нашли. Продолжаем дальше. Будем клеить одиннадцатую. Двенадцатая. Последняя строчка всей песни. Соединяем магнитофон и колонки. И у нас получается бум-бокс. Ну что, послушаем песню. Первый диск. Вставляем. Прокручиваем. Классная строчка. Здесь уже вот такой вот синий. А теперь попробуем вместе. Класс. У нас получился супер-рок-концерт. Да. Кому тоже понравилось, обязательно поставьте лайки. Подпишитесь на канал, кто еще не подписан. И до встречи в новом видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok